Добрый вечер всем! Сегодня у нас 6 мая 2023 года. На моих часах 10 часов, 11 часов уже 10 минут. Я так уже говорила, каждый раз все позже и позже получается. Но знаете, сегодня субботний день такой у нас спокойненький, преспокойненький. Прошел вчера, видите, прогулка у меня была. Я там смонтировала видео и уже к вечеру мне просто подустало, короче говоря. Потому что дни такие у нас довольно-таки насыщенные. Все по своим делам, по каким-то мы и бегаем, и носимся. Ну а сегодня суббота, он у меня сегодня на угодье уехал, на полдня уезжал. А я дома тоже занималась сама собой, как обычно слушала свои любимые, значит, аудиокниги. Кстати, два слова потом про них скажу. Ну и, в общем, своими делами женским, как говорится, занималась, ухаживала за лицом, как обычно своим. Потому что когда одна дома, как я уже много раз говорила, чтобы, ну, в общем-то, никто мне не мешал, сама собой занималась. А вот дальше что еще у нас тут нового случилось? Ну, собственно говоря, ничего такого. Потом приехал со своих угодий, поужинали вместе. Так, небольшой ужин, вернее, небольшой обед сделали, обедали вместе. Ну и, в общем, вот так у нас потихонечку прогулка была, день потихонечку прошел. Знаете, у нас как-то здесь все-таки никак не может в нашем регионе, во всяком случае, не может становиться хорошая погода. Сегодня к вечеру начало греметь, а дожди пошли, грозы. И еще самое интересное, сегодня тоже проезжали по нашим просторам поля, прогулку такую совершили им на машине, потом пешком прошлись, успели, знаете, до дождя прогуляться по просторам. И уже смотрим, такая туча идет, и ветер поднялся. Мы бегом до машины добежали, только в машину сели, и пошел дождь. Короче говоря, успели все трое, Райка и мы двое. Вот так вот. И такой, знаете, дождь, как-то прохладно стало. Я, вот видите, сегодня в тепленькой кофточке. Мне, в общем-то, не то, чтобы оно холодно, но когда идут дожди, оно немножечко как бы влажно. Вот. Это вот так вот о нас, о нашем такой, как говорится, тут жизни, житье-бытие. Вот. Ну, что-то никак не устанавливается погода. Я опять о погоде. И так же проезжали по просторам. И тоже вместе с Жан-Люкой я заметили, что в этом году очень рано косят траву. Вот. Прямо, знаете, ее складывают, косят на трактор и увозят. То ли они боятся, что у нас снова наступит жара. Может быть, прогноз, как для агрикультеров, наверное, может быть, не какой-то более точный прогноз погоды. И, возможно, что у нас тоже будет очень жарко, как в прошлом году. И, видимо, они запасаются кормом для животных. Раньше все коровушки там гуляют по полям. Прям все в стадании сидят, лежат, там едят. Травка такая сочная, большая, наросла. То есть, в принципе, очень и очень рано. Считайте, только май еще начался. Еще только сегодня, как я сказала, 6 мая. Они уже траву скосили. Там уже, знаете, прямо вот эти вот ее в рулоны закатывают. Ну, у нас стага называется. У них, не знаю, рулонами. И вот на тракторах уже везде возят, везут. Смотрим, скосили. Даже, знаете, где даже при дороге все скосили. Там такие травы. Вам говорят, странно, в этом году все очень сильно растет. Вот. Короче говоря, вот так у нас. Вот такие у нас тут новости из нашей, так скажем, жизни. Ну, это вот одно. Ну, дальше. А, про книги хотела сказать. Я тут как-то жаловалась раза два, что мне не понравились книги Устиновой. Ну, что-то не зашли они мне, я сказала. Вы знаете, ошиблась. Тут нашла такая интересная книга ее. И знаете, как я человек любопытный. Тут мне как все делаю наоборот, получается так. Мне тут написала Натали и Тамара, что вроде это не мои. Наверное, просто порекомендовали мне, но это не мои книги, потому что считают, что, ну, я человек более такие, знаете, любовные романы люблю читать. Ну, а я-то, знаете, думаю, ну-ка, посмотрю-ка я еще, послушаю-ка я еще. И вы знаете, наткнулась на довольно-таки интересный сборник Устиновой. По-моему, называется «Уютная осень» или «Уютная история». Я, по-моему, даже уже говорила в предыдущем видео. Так вы знаете, там несколько, так скажем, историй. Я первую начала слушать. Там на 18 часов эти истории. Одна из первых историй мне попалась о городе Калининграде, бывшем Кеницберге. И вот вы знаете, такая интересная история. Она с мистикой и детективная история. И я ее, я прям заслушалась. И правильно мне написал кто-то из вас же, что еще от чтеца зависит, как читают книгу. Вот, а читают ее вообще, знаете, очень даже вот именно там читают очень интересно. И меня прямо завлекло. И я с таким удовольствием слушаю и думаю, ну, надо же, вот никогда не говори никогда. Бывает такое. Просто не на то произведение напало и не на того чтеца, скорее всего. Меня не заинтересовал. Вот, видимо, так. Так, поэтому очень вам рекомендую. Вот найдете, если осенние, по-моему, истории, уютная осень, что-то вот такое. Если кому-то будет интересно, я специально вам подскажу. Вот. У Кеницберге очень интересно. Но там с мистикой. На мой взгляд, с элементами мистики, что мне очень-то и понравилось. Там и любовь, и все-все-все, и детектив тоже. Вот это я о книгах. О фильмах пока ничего не говорю, потому что пока ничего хорошего еще не нашла. Смотрю так время от времени какие-то фильмы на французском, но пока ничего мне не зацепило. Ну, собственно говоря, бывает такое, какие-то промежутки, что у нас как-то ничего с ним не цепляет. О том, какие-то боевики французские смотрел. Мне что-то, они как-то не очень нравятся. Как я уже говорила, они мне трудно в меня входят, как говорится, в мою голову. Ну, это вот так. Немножечко о книгах и о фильмах. Извиняюсь. Ну, о чем я хотела рассказать. Ну, как обычно, я вас благодарю. Вчера тоже написали, ну, написали вы мне комментарии ваши под моим видео прогулочным прогулочку делала. Знаете, мы как-то все на одно место ездим, на которое очень оно нам нравится. Там такие приятные запахи, там птички поют, там такая красота. Даже камера, может быть, красиво кажется на камере, но в жизни оно еще лучше, еще красивее. То есть, там, в общем-то, такие просторы, такие, ну, я даже не могу это описать, там очень красиво. Очень такое, знаете, простое и красивое место. Как я говорила много раз, средневековый город все-таки, он очень красивый. Ну, красивый какой он? Красивый именно вот тем, что своей стариной вот эти вот как-то травки, муравки всякие растут, так, знаете, река отражает деревья в этой реке. В общем-то, довольно-таки симпатичное место. Мы там погуляли, как часто ходим гулять, потом пьем кофе обычный, ну, и едем домой. А мы еще проезжаем две запруды. Ну, запруды, наверное, да, плотины, две плотины. Ну, я обычно их не снимаю, редко когда. Вот, уже смотрим, вода наполнена, все так красиво. Все-таки красиво, когда не сухая река, а когда все это, знаете, полноводная такая, в общем-то, полна. И все это очень даже симпатично. Вот, рыбаки стоят с удочками, удят рыбу. Вот, ну, тоже один рыбак сказал, что, скорее всего, в этом году уже запретят рыбачить рыбу. Я говорю, странно как-то, если бы действительно там, как знаете, сетями бы рыбачили или еще чем-то, вроде как бы можно было запрещать. А то, что там, ну, стоит он, может, вы знаете, ну, может не за один день, а за неделю, может, одну рыбину выловить, так я считаю, с удочкой это не так уж и страшно. Ну, тем не менее, я говорю, наверное, запретят тоже им удить рыбу. Вот так вот. Хотя они карты покупают, все это не бесплатно делается. И карты довольно-таки дорогие стоят. Ну, на то, чтобы рыбачить. Вот так. Это вот об этом немножечко. Ну, а сам такой небольшой рассказ хотела, о чем хотела сегодня поговорить. Ну, вот вечером тоже, знаете, как я уже много раз вам рассказывала, за ужином у нас с Жанлюком всякие разговоры происходят. До этого я вам рассказывала о школе, мы вспоминания такие у нас были. Ну, что-то вот зацепимся к чему-нибудь, прицепимся и начинаем рассказывать свои. А сегодня он мне рассказывал, знаете, так было интересно. Я у него сначала даже не поняла, о чем это он мне рассказывает. А потом говорю, ну-ка, ну-ка, еще раз повтори, я что-то, говорю, не поняла. Бывает, знаете, он что-то, как это сказать-то, бубнит там, бубнит, ну, что-то свое. Он человек такой, который любит говорить много, в принципе, как и я. И рассказывает что-то. Если мне это не очень интересно, я слушаю в полуха, так слушаю, да-да. А тут что-то меня заинтересовало. Он тут заговорил что-то, зарассказывал. Я говорю, ну-ка, ну-ка, расскажи мне поподробнее. И тут у меня начал рассказывать, потом показывал какие-то в интернете тоже, нашел фотографии и прочее. Короче говоря, о чем был рассказ. Он рассказывал о своей тете по материнской линии, как он сказал, эту тетю звали Луиза, и вот эта тетя, оказывается, она у него, ну, урожденная в Британии, не Британь, а Брётань, это французский регион, который, ну, не очень далеко от нашего Вандея, вот, совсем близко мы с соседних регионов. Так вот, она урожденная вот с этого региона, ну, как я понимаю, и мама его тоже урожденная с этого региона, потому что это вот тетя его со стороны его мамы, и вот он рассказывал о ней, что она носила, эта тетя была очень строга, очень, говорит, я никогда не видела, чтобы она улыбалась, вот, одевала она темные платья, то есть национальную одежду вот этого региона одевалась, в ней был кокошник такой, знаете, ну, не кокошник, чепчик-то верно, беленький чепчик, она мне, он мне показал такой вот чепчик, Ну, в принципе, я знала, показывал мне, ну, в интернете именно вот эту национальную одежду, вот этот чепчик беленький накрахмаленный, тут, говорит, такой воротничок тоже белый, и он сказал, или иногда был сиреневый, вот, и вот именно всегда тёмное платье, и всегда, говорит, она была очень-очень строгой, очень строгая, иногда, говорит, по воскресенью приходила к ним в гости, ну, и, а мы, говорит, её боялись, конечно же, но если говорить что-то, мы начинали, ну, плохо себя вести, она могла взять ложку, и, как говорится, полбу стукнуть, вот, ну, не то, чтобы больно-больно, но чтобы дети не шалили, вот, я говорю, как интересно, а у неё самой-то дети были, он говорит, что-то, говорит, я даже не знаю и не помню, вот так вот, ну, естественно, сейчас её уже нету на этом свете, ну, вот он мне, тем не менее, про неё много рассказывал, рассказывал, как они, ну, любили к ней приходить в гости, она точно так же, муж её был моряком, потому как все ларошели уже жили, вся вот эти семейства, рыбаки, так скажем, так вот, он говорит, ещё я, говорит, за его не застал, но он утонул, короче говоря, он ушёл в море и утонул, вот, ну, а жила она, он мне сказал, я, говорит, тебе даже свожу на это место и покажу, где она жила, дом сохранился, а жила она на майке, это, говорит, был маяк, ларошель, он, говорит, так и сохранился, и вот, говорит, когда мы приходили к этому майку, а этот маяк, говорит, располагался у магазина, но это всё было, сейчас, не знаю, наверное, этого магазина уже тоже нету, но в то время, говорит, магазин назывался «Вкус Парижа», вот, он говорит, нужно было пройти этот магазин, и потом уже мы попадали, как бы, в этот маяк, вот, жила она, говорит, там этажа три, говорит, наверное, была такая, говорит, старая деревянная лестница, свой дом был тоже круглый, потому что, как вы понимаете, маяк, он круглый, где-то, говорит, на третьем этаже, она одна его снимала, вот, не знаю, даже не могу сказать, то ли она снимала этот маяк, то ли это был их не собственный маяк, но то, что муж у ней был моряк, это, говорит, ну, в общем, почему она там жила, ну, не знаю, говорит, всю жизнь там и жила, и вот, когда мы, говорит, к ней приходили, поднимались по скрипучей такой лестнице деревянной, это третий этаж, ну, примерно, он так уж сейчас не помнит, и говорит, у ней была такая большая деревянная кровать, говорит, и очень-очень высокая она, очень высокая, вообще, говорит, такая странная была какая-то обстановка, говорит, очень странная, очень старая, вот, и мы детьми иногда, да, и когда мама, говорит, уходила, ну, на длительную, допустим, за покупками на долгое время, нас оставляли даже там ночевать, вот, и мы спали на этой кровати, она находилась в какой-то нише, типа, говорит, шкаф такой, и вот только в этом шкафу мы спали, ну, чтобы теплее было в шкафу, видите, как раньше, интересно, было здесь, ну, раньше, не раньше, считайте, Жанлюк 60-го года рождения, и так уж это и раньше, вот, он мне это все рассказывал, вот, причем, говорит, расстроил такие гримасы и говорил, господи, мы так ее боялись, она была такая, ну, строгая-престрогая, я говорю, вам нравилось ночевать у ней? Он говорит, ну, нравилось, не нравилось, нас никто не спрашивал, просто ночевали, но там, говорит, нельзя было ни шалить, ни шуметь, и вот мы, говорит, там, в общем, находились какое-то время, вот, не так часто, но бывало, бывало, просто было очень интересно в этом маяке, мы, говорит, иногда поднимались на самый верх, И там, говорит, такой вот обзор был, как бы, ну, вот, как бы это сказать, ну, башня такая, представляете, маяк, и он уже не действующий был, наверное, в то время, я так понимаю, и вот они им там, ну, в общем-то, играли или, не знаю, что-то делали на самом верху, вот так вот. Вот такая у него была тетя, как он сказал, Луиза, так он мне ее назвал. Вот такие вот интересные. И вообще рассказывал, опять же, своей маме много-долго рассказывал, рассказывал о своей семье опять сегодня у него, какие-то воспоминания такие, вот он начал с этой тетей, и потом начал вспоминать, как мама иногда у него играла, ну, она тоже, как говорится, из этого региона, ну, уже потом они, видимо, переехали сюда, вот. Вот, и, говорит, играла на Кастаньета, знаете, вот эти вот, как у испанцев, она, говорит, очень любила, и вот иногда ими, ну, играла, короче говоря, вот. Нравились, говорит, очень ей испанские песни, нравились вот эти, знаете, цыганские песни, очень нравились, она очень такое, говорит, любила вот такое все. Хотя, собственно говоря, регион бретоньцы, это совершенно не Испания, вот. Но как он мне... Интересно, мы сегодня с ним долго разговаривали, как он мне сказал, что так как здесь раньше в Андее и Ларашель, в нашем регионе в Андее и соседнем Ларашель городе, большие порта были, это Сабль-Далон у нас порт находился, в Ларашеле тоже порт, то, скорее всего, говорит, возможно, когда-то, ну, в общем-то, может быть, с Испании откуда-то или еще как-то заехали его предки, так скажем. И вообще он мне много что интересного про себя рассказывал, хочу у него поподробнее расспросить, он даже рассказывал, что у них был какой-то родственник, что-то связанное даже с кардиналом Ришельё, вот, так, он говорит, я потом тебе, правда-правда, я потом тебе это расскажу, но, естественно, не родственник кардинала Ришельё, но что-то приближенный к нему, какой-то родственник у них даже есть, был, вернее, ну, был и есть, то есть они оттуда, как бы пошла их, ну, династия, так скажем, вот, так интересно, вот, рассказывает иногда что-то, вспоминает, и когда, как-то, знаете, тоже вот в память своей начинает, видимо, копаться ему, и хочется, вот, детство, вспомните, как они играли, и что они делали, и как их наказывали тоже за все, что они там хулиганили, видите, детей было все-таки, у него в семье много. Ну, это так, вот, знаете, по воспоминаниям моего Жанлюка сегодня, я просто захотелось с вами поделиться, что вот живешь с человеком, да, живешь с французом, и потом у него в голове он рассказывает свои вот эти истории из жизни, или тоже, как бы, мне, например, интересно, вот, послушать, ну, что у них было, что не было, я вам в прошлый раз, как я уже сказала, про школу рассказывала, а так вот много, я часто рассказываю о нем, о его семье, как бы, его жизни, как они жили, ну, и много часто, вот, я уже, как бы, делаю такие сравнения и выводы, что не настолько они лучше, средний, нормальный класс, я имею в виду, знаете, не богатые-богатые люди, а самые обыкновенные люди, они жили довольно-таки, даже бывало скромнее, чем мы с вами у себя, допустим, ну, в России, или в то время в Советском Союзе, мы даже более как-то были, ну, можно сказать, и получше многие жили, но, опять-таки, знаете, тоже по-разному все, кто-то богаче был, кто-то беднее, тоже такое было, у них тоже самое, кто-то очень хорошо жили, кто-то средненько, кто-то вообще не очень, то есть люди, есть люди, то есть жизнь везде, жизнь, вот, это просто, знаете, как у нас, ну, стереотип, наверное, складывался такой раньше, что вот по фильмам, по вот этим всяким Анжеликам, там, Фантомасу, еще каким-то фильмам, что они вроде как все такие, знаете, здесь, ну, довольно-таки обеспеченные и богатые, на самом деле, нет, они тоже всякие бывают, ну, и сейчас тоже самое, тоже всякая бывает жизнь, она такая, знаете, кто-то более лучше живет, кто-то хуже, как везде, все как везде, ну, ладно, на этом я буду заканчивать свое видео, всех вас люблю, целую и обнимаю, смотрите, уже у меня на часах полчаса двенадцатого, всем вам приятных сновидений, вечера уже не желаю, потому что, скорее всего, вы уже собираетесь спать, видео поздно выйдет, ну, и, скорее всего, еще сразу же, следом, приятного вам утра, вот, кто будет пить кофе и смотреть мое видео, пока-пока, надеюсь, что до завтра я что-нибудь вам еще и расскажу.